Ну что, друзья, это наконец-таки свершилось, с чем я вас поздравляю. Мы организаторы крепкого мира фестиваля лучших напитков. Поздравляем вас с открытием четвертого фестиваля. Мы в первую очередь хотим сказать спасибо всем. Спасибо участникам, что они откликнулись, что они поддерживают наше начинание, потому что заинтересованы также мы в правильном понимании и правильном восприятии. И спасибо вам, гостям, за то, что вы заинтересованы, за то, что вы хотите развиваться, и хотите понимать, насколько глубок мир крепкого и не только крепкого алкоголя. В этот раз по сценами «Антербаза», работающих предоставивших помещения, собрались множество компаний. Это сейчас самый большой зал, прошедший 30 лет, который были, количество участников. Появились новые участники, вы видите их очень много. Появились травинки. Мастер-классы вас потеряют буквально через полчаса, начнутся мастер-классы, 3-4-4-5 лет. Это тоже наивно. Мы хотим, чтобы сражем было, гуглите, понимание, когда, где, что происходит. Не забудьте смотреть. Потому что в сон, микрофон, внутри, все ноги не отвлекаются, да, и замечают, что я говорю. Ну, вот я хочу, у вас есть буклет, там расписание на весь день. Не забывайте, есть группа питания, есть вода везде. Туалетку внизу, местную комнату внизу, водительщик, не забывайте, которых вы оставили. Вот, периодически и контролируете. Вот, хотя там профессиональные арниматоры, не волнуйтесь, они будут не накормлены и, соответственно, возлечены. Итак, в добрый путь, и строили крепкий мир 4. Я всем поздравляю, отдыхайте, изучайте этот крепкий, крепкий мир. Спасибо. 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 Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы находимся на международном фестивале алкогольных напитков. И сегодня я беседую с представителем Ярославских Нинокуров Евгением. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Евгений, не первый раз участвуете в мероприятии. Как ощущения именно от 4-го крепкого мира? Ну, здесь больше народу сегодня, но, с другой стороны, больше наших друзей, больше людей, знакомых с нашим отчеством, но и собственных новичков. Мне очень нравится. Вы неоднократно участвовали в различных конкурсах, мероприятиях. В том числе, вот, был недавно в Воронеже, вы заняли одно из призовых, или даже первых мест, да, там? Да, мы заняли первое место по виске, первое место по бурбону, мы взяли второе место за хлебное вино, и нам присудили к жан-при фестивале. Когда я разговаривал с организаторами мероприятия, они сказали, что участники будут в международном соревновании участвовать. То есть вы планируете участвовать, там, свои образцы давать в международном оживе? Нам хотелось бы, если нам предложено, с удовольствием поучаствовать. А если рассматривать хлебные вина, которые вы делаете, и я являюсь лично большим поклонником именно ваших хлебных вин, считая их эталонными, то при сравнении с мировыми брендами, какой напиток наиболее близкий к нам? Или мы уникальны в России? Мы в России уникальны, и подобные напитки, как культура, они не существуют в Европе, например. В Америке существует так называемый вайдок, и вайдвиски, но эти напитки, они не имеют распространения на рынке, и существуют фактически как причудок, как какой-то такой довольно узкий сегмент. Евгений, а на каком оборудовании вы дистиллируете свои шедевры? Мы работаем на медном аланбике. И первая, и вторая перегонка медной аланбики? Да, да. Такой вопрос. Скажите, а возможно, например, приехать к вам в Ярославль и сделать мини-фильм о том, как вы их делаете? Я думаю, нет. Моя жена вас не пустит. Принесли ли на конкурс шпалу дистиллят, который не оставляет равнодушным никого? Его или любят, или ненавидят? Разумеется, мы привезли на конкурс аж две шпалы, два вида, двух разных лет. Они отличаются количеством копченого торса, копченого солода, прошу прощения, и годом, соответственно, помещения в бочку, собственно, на два разных вкуса. Евгений, у меня проект для начинающих винокуров. В принципе, я тоже считаю себя начинающим винокуром. За последние полгода я узнал очень много разных вещей, которые позволяют сделать более качественный самогон. Сэм, скажите, а вот вы более опытный винокур, уже давно этим занимаетесь, и вот у вас есть какие-то прорывы или что-то подобное, вот что-то новое для себя открыли, какие-то новые техники, технологии? На самом деле, я постоянно учусь. Я начал со стеклянных дистилляторов, потом перешел на аламбик, потом у меня были колонны с насадками, колонна тарельчатая, колонна колпачков и прочее. И сейчас в итоге мы опять перешли к производству на прямотоках, на аламбике. Я считаю, что это самое интересное, скажем, для нас, да, для производства хлебного вина. Это самое-то оптимальное. И мы постоянно учимся, на самом деле. Мы постоянно какие-то рассматриваем новые способы изготовления. Сейчас очень перспективно, например, интересно работать с вакуумом, да? Это новая технология, мы с удовольствием будем с ними экспериментировать, если это нам поможет. Ну, вакуумное же невозможно на аламбике классическом? На аламбике нет. Но это будет какое-то другое производство, это будет какой-то новый горизонт, будет что-то интересное. Когда вы говорите, что используете аламбик, имеется в виду классический португальский аламбик? Да, классический португальский. Или вот есть на рынке того же самогонная водка, например? Нет, это классический португальский вариант. Единственное, что мы заменили холодильник на тоже по трубам. Ну, это для большей эффективности, на самом деле, и для удовольствия. Евгений, спасибо большое, что нашли время, вам удачно поучаствовать, всего хорошего. Спасибо вам. У меня уже есть, спасибо. Сегодня попробую, сто процентов. Мыğ Союзом На Союз Союз С games orb Об 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 Под Продолжение следует... 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 Как раз хотел второй вопрос задать по вашему посещению региональных винокурни. То есть вот на вашем канале можно посмотреть и видно, что вы несколько лет посещаете разные винокурни. Вот, например, за последний год улучшилось, осталось на том же уровне оборудование, технологии, знания винокуров. Есть ли рост? Развитие идет галлопирующими такими шагами. Развивается все очень быстро. Грамотность домашних винокуров, если сравнивать с сегодняшним днем и пятилетней давности, это небо и земля. То есть растет, если раньше люди пытались и сами удивлялись, что у них получается напиток похожий на коньяк, похожий на виски, то сейчас отдельные представители винокуренного нашего сообщества домашнего уже вплотную приблизились к пониманию, как сделать настоящий коньяк, настоящие виски. А люди, которых мы посетили в рамках дистиллярус-тура, дистиллярус-тура иностранцев, они все-таки громко разговаривают. Ума-то нет. Значит, вот там, значит, есть люди, которые делают настоящие коньяки, настоящие. Вот, допустим, Каракизиди Иван Васильевич, он делает прекрасные бренди, которому могут позавидовать французы. Вот. И осталось чуть-чуть, совсем немножко, чтобы у всех массово пришло понимание, я имею в виду домашних винокурных дистилляров, как сделать коньяк, что для этого нужно. И этому-этому способствует интернет. Интернет и наш канал дистиллярус. Нажрались раньше обеда уже. Значит, вот о чем идет речь. Здравствуйте. Подходите к нам, у нас идет видеосъемка, можете тоже присутствовать. Вячеслав, а скажите вот вопрос. Вот, посмотрите, это организаторы. Милый Дзювен. Да. Кто не знает, это вот люди, благодаря которым и вот происходят эти мероприятия. Стараемся, приглашаем гостей, открываем новые вкусы для них, новый крепкий мир. Мы всегда у вас, всегда с вами. Спасибо. Спасибо вам. Вячеслав, у меня еще такой вопрос. Я видел на канале, что открылась библиотека вкуса. Когда начнутся какие-то мероприятия, можно ли их попроситься, посетить? Библиотека вкуса, уже полностью ремонт сделан, все готово, значит, все открыто, но обстоятельства иногда складываются таким образом, что просто нет времени заняться уже проектом вплошную. Вот, тем более, что там сейчас, так сказать, новые еще уводные появились. Я вот улетаю, допустим, 12 июня, до июля меня не будет в Москве. Просто пока не до этого. Вот, хочется ее запустить, но пока не до этого. Ну, можно напроситься, когда запустится. Нет проблем, мы вас приглашаем всегда. Любое время, приходите. Хорошо. Вячеслав, спасибо за искренние, как всегда, ответы. Рад был видеть, дай бог, чтобы все получалось. Спасибо вам, спасибо за интерес к проекту. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Другие Есть эпохи армянские Новые коньяки Типа Царь Тигран Совершенно новые Они не выходили на рынок еще Мы о них расскажем И кое-что еще Я не могу про всех говорить Ну просто их много Но то что я хотел Я нынче не нашел Скажите, а вот есть чисто Мероприятие для самогонщиков Как недавно было в Воронеже И вот этот международный фестиваль На котором мы сейчас присутствуем Их как-то можно сравнивать? Или это абсолютно разные? Нет, сравнивать можно Во-первых, по организации Если говорить по организации В Воронеже было лучше Намного лучше Это может показаться кому-то Мелочью Но в Воронеж заходишь Тебе сразу, значит, дают Ну казалось бы, да, такая ерунда Бесплатный талон на кофе Тебе дают пакет участника Там полотенца, вилки, ложки Тарелки, все Грузчики Таскают все Здесь мы сами носим И вплоть до многих мелочей В Воронеже было лучше По организации Это Володе Маркину, Грейсу Большое спасибо Здесь, как бы, да, Москва Сами справитесь Но уже видно, что как бы Ну типа эффект с вами В Воронеже В Воронеже там было Только в основном Винокуры свои Ну, некоторые Марки были представлены Здесь очень хорошо, что И казенка И свои Есть возможность сравнить Да И это очень здорово Хорошо Ну, конечно, нормальный Фестиваль, все К сожалению, не все Марки были представлены Ну, видимо, не приехали То, что я хотел, я не нашел Просто не нашел Не потому, что у меня Извращенный вкус какой-то Но у меня есть Определенные моменты Ну, и то, что Такие фестивали Нужны и важны Это понятное дело Вы опять сняли Прямо вопрос с моего языка Он как раз и звучал так Подобные мероприятия Нужны ли И помогают ли они В развитии Обязательно Нужны И помогают Я и говорил И призываю всех Делать на уровне районов Областей Хотя это бывает И затратно И сложно Фестивали районные Сравнить прицел Посмотреть То, что может сделать Большой фестиваль Мы будем делать Только саммит В Англии С 27 по 30 сентября Ну, типа юбилей Антонович Мы выбрали место Четыре милии Всех пригласили Пожалуйста, там прекрасно Там будут экскурсии По винодельням Если видели ролики На моем канале На Дистиллярусе Там такие мужики Прекрасные Просто Не то что Вот есть такие винодельни Которые Они говорят Вот столько мета Без сульфидов А есть которые говорят Вот я делаю На полнолунии Я вот это Вот то что я люблю И так Там вино другое Вообще другое Каракезиги Там Фомболши Там шикарно И там будут экскурсии Все что угодно Потом будет Малый шлейм И так далее Фестивали Такие делать нужно И обязательно Всем советую Скажите А вот Например Два года назад Фестивалей Почти не было Были только Ну такие небольшие Локальные Сейчас их Очень много И это хорошо Но не выходит ли это Как бы в тираж Не размывается ли Значимость события У каждого фестиваля Ведь есть свой характер Свои люди Свои организаторы Где-то они больше Например В тему ликер Вот я В Сибири Если буду делать У меня ведь там нет Винограда Да? Например Мы будем либо там Кто-то сахарную Представить Кто-то зерновую В Чернозиме Больше уже там Вот этих Ягодных Разных К югу Другое дело Везде свой характер Везде свое сырье Везде свои Грубо говоря Бочки Везде свои Виногуры Это очень интересно Здесь все дело В многообразии И Как говорю Мао Пусть вас цветают Все цветы Отлично Скажите Либо я плохо смотрел Либо я очень давно Не видел Каких-то ваших Личных новых роликов Касаем производства Планируете Возвращаться К активной жизни С которой начинали Обязательно Просто сейчас Такой период Что Грубо говоря В фестивале Приходится Я не могу У меня группа людей Я в группе людей состою Надо делать Надо показывать Есть новая аппаратура Всему свое время Будут и технологии Будут и рецепты Будут и все что угодно Просто Какой-то период Понятно Честно говоря Заждались Будем ждать Люди Просят И политические И там Все что угодно Всему свое время Лично мне политика Не очень интересна А Спасибо большое Слеподневные ролики Тоже просят Говорят А где Весенка Где стройка Ну не развиваться Это тяжело Понятно Спасибо большое Что нашли Время И возможность Пообщаться Большой привет Вашему каналу Занимайтесь Виноделием Винокурением В конце концов Самогонное варенье Вы знаете Бог вас не оставит Как и мой учитель Спасибо огромное Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok